Дикий северный олень Дикий северный олень Природы, истории и культуры Неницкого автономного округа И вторая наша задача это как раз рассказывать о том, что мы узнаем Так вот, этот проект родился тогда когда Еще в 2015-2016 годах в округе стоял вопрос о том Существует ли вообще дикий северный олень на территории Неницкого автономного округа И до сих пор существуют споры Дикий северный олень, это ли домашний северный олень Мы поставили перед собой несколько целей. Первое — это получить максимально достоверную экспертную информацию о диком северном олене, а второе — это рассказать о нем людям. Ну и, собственно говоря, проект наш называется «Нарьяна ты. Сохраним дикого северного оленя будущим поколениям». Общество краеведов писало заявку в фонд грантов президента Российской Федерации, и мы получили одобрение, то есть стали победителем конкурса грантов. И сейчас, собственно говоря, его реализовываем. И мы его реализовываем в два этапа. Первый как раз это был второй этап, который был связан с изучением этого вопроса в регионе. А второй этап — это вот наш будущий этап. Это уже как бы эколого-просветительская программа, о которой расскажет Юля чуть попозже. Я могу вас более подробно вам рассказать про первый так наш, скажем так, этап. А почему вообще? Для чего нужно искать этих диких северных оленей? Для чего это нужно? Есть и есть, нет и нет? У нас несколько, скажем так, причин, почему заниматься сейчас диким северным оленем. Первая, самая простая — это есть такая большая экологическая проблема, которая признана всем мировым сообществом за сохранение биологического разнообразия. И мы, как страна, которая, собственно говоря, подписала конвенцию о сохранении биологическим разнообразием, берем на себя, ну, правительство нашей страны берет на себя в том числе и обязанность — это сделать максимально все возможное для сохранения вот этого самого биоразнообразия. И вот наш дикий северный олень, он отличается от сибирских, скажем так, популяций тем, что он очень, как сказать, его, он очень разрывной. То есть вся европейская часть России и скандинавские страны, часть европейских, ну, часть скандинавских стран в Финляндии, допустим, у них сохранилось только европейский подвид дикого северного оленя. И этот подвид, ну, его численность не такая высокая, там, не миллионные особей, всего лишь 10 тысяч особей. Вот, и эти животные раньше обитали, чтобы все понимали, примерно на границе Ярославской и Московской области. То есть это был абсолютно распространенный вид, охотничий вид, жители которого, ну, то есть начиная от Ярославля, заканчивая уже Мурманском, Ненинским автономным округом, использовали вот в качестве объекта охоты. Но, к сожалению, в связи с исторически, да, так сложилось, в связи с развитием инфраструктуры и доступностью этого вида, численность его постепенно сокращалась, и вот уже к концу 20 века она стала настолько низкой, что его в апреле предыдущего года включили в список Красной книги Российской Федерации. Сейчас этот вид животного, дикий северный олень, европейский его подвид, находится в Красной книге России. И по факту его добыча, да, то есть охота на него сейчас запрещена. Но, согласитесь, не каждый человек, охотник, который проживает там в деревне, там, или где-то, ну, в отдаленных территориях, даже у нас в городе Наринмаре знают, что охотиться на дикого северного оленя сейчас нельзя. Ну, то есть это, ну, по сути, это преступление природоохранное. Вот, поэтому одна вот как раз из целей, помимо того, что мы занимаемся сохранением, это донести вот эту мысль до людей, как бы объяснить, что, ну, вот сейчас это введено в разряд табу, да, то есть эта мера может быть временной, может быть постоянной, это все зависит от того, как органы власти, как общественные организации, как общество само, да, то есть реагирует вот на эти вызовы. А вторая чисто естественная причина, дело в том, что в природе все взаимосвязано, да, то есть и то, как выглядит наша среда, зависит от того, кто в ней обитает. У нас в округе на сегодняшний день там очень сильно развито домашнее оленеводство, то есть поголовье стадо домашнего оленя численно всего высокое. Но при этом вот эти небольшие отколы, да, то есть диких северных оленей, они, скажем так, сами олени, эти дикие северные, они генетически более приспособлены к условиям обитания в нынешнем времени. Они крупнее, они мощнее, они, ну, скажем так, больше домашнего оленя, больше приспособлены, и с точки зрения вот воспроизводства, вливания новой крови, да, то есть потомство, да, даже домашнего оленеводства, они, скажем так, дают лучший выход того же, допустим, делового мяса. То есть обновление крови, да, то есть в оленеводстве, это одна из причин, почему, допустим, можно сохранять с точки зрения уже промышленности, да, то есть, ну, сельского хозяйства, вот это вид второй, кровь, это генетическое разнообразие, это болезни какие-то, которые могут возникать у домашних, допустим, оленей, и дикие олени, и домашние олени, это северный олень. А они отличаются внешне? Внешне они отличаются, морфологически они отличаются, даже генетически есть, как бы, свои различия, но домашние олени, это как, ну, как, как вам объяснить, как свинья и кабан, да, там, как волк и собака, да, то есть, если мы скрестим, там, кабана со свиней, у нас получается свинья, да, то есть, как если мы скрестим дикого оленя с домашнего, у нас получится олень, то есть, с точки зрения вида, да, то есть, на видовом уровне, это одно и то же животное. Но домашние олени, они ввиду того, что за ними постоянно ведется присмотр, уход, там, проводятся вакцинации, там, различные, и все остальное, то есть, это дополнительные меры, которые, в том числе, сказываются на самих животных, то есть, если даже, вот, просто, ну, визуально посмотреть, вот, поставить, допустим, перед собой домашнего оленя и дикого оленя, они будут очень сильно отличаться, просто домашний олень, это такой откормленный кабанчик, ну, когда, вот, допустим, представим идеальные условия, это конец августа, начало сентября, перед гоном, вот он не такой крупный, он такой плотненький, здоровенький, такой вот, маленький, хорошенький, а дикий олень, это такой вот, можно сказать, мускулистый, высокий, поджарый мужчинка, да, скажем так. И вот, чтобы мы понимали, да, то есть, есть свои особенности поведения у домашних и у диких оленей, допустим, ну, к примеру, дикарь никогда не подпустит человека, в отличие от домашнего оленя, вот, и для нас еще, как бы, одно из практических, как бы, применений, да, когда, вот, почему все это время олень существовал, сейчас его не стало, потому что это был объект охоты, да, то есть, не все люди раньше, там, содержали, там, стада крупных оленей, да, то есть, кто-то их добывал, тот же лось, он сейчас водится, он не сказать, что он не занесен в Красную книгу, он охотничий вид, мы его, как бы, но численность его не снижается, то есть, почему, то есть, какие причины, почему так происходит, да, то есть, это вот как раз тоже стояло перед нами, одной из задач, которую мы решали. В общем, я к чему все это говорю, просто причин изучать и сохранять, и вообще рассказывать про дикого северного оленя, их много, мы можем по-разному это мотивировать, у нас сейчас просто стоит одна из, как бы, ну, вот очевидных и понятных задач, это временно, я еще раз повторюсь, временно, пока не восстановится численность вида до того уровня, чтобы мы за него уже перестали, скажем так, переживать и могли его контролировать, просто вести запрет на его добычу. К сожалению, это так, но а с точки зрения человека и с точки зрения конкретно нашего региона, в котором порядка 180 тысяч, да, там, около 180, я точную цифру сейчас не скажу, по голове домашнего оленя, он не представляет никакой, ну, такой вот, высокой ценности, как именно объект охоты, да, то есть, мясо северного оленя мы можем с вами купить у любого колхоза, у любого участника, который содержит олень, да, в любом магазине мясокомбината, то есть, это все доступно на сегодняшний день, то есть, сказать, что это какой-то там экзотический продукт или там какой-то, мы нуждаемся в этом мясе, то есть, мы тоже не можем сказать об этом, да, то есть, но при этом мы осознаем себе отчет, что мы цивилизованные люди, да, что у нас есть какие-то правила, которых мы хотим придерживаться. Вот наша задача, как бы, найти тех людей, которые, которые это поймут, в том числе, да, то есть, что касается, наверное, самой интересной части, это, вот я начал рассказывать вам про историю дикого северного оленя, про то, какие раньше были тут стада, ну, не только в нашем регионе, вообще, в принципе, как его ареал распространения, то сейчас это небольшие группы, буквально там, ну, от 15 до 40 особей разными группами, которые вот разрывно расположились во всей европейской части России, в северной, вот, и на самом деле, вот у нас в округе на сегодняшний день олень обитает, ну, обитает не более 800 голов оленя, дикого, я говорю про дикого оленя, когда, по данным ученых, да, то есть, экспертов, которые еще в 2010-й раз, в 2010 году последние учеты, ну, до вот этих учетов проводили, его численность была порядка 5-6 тысяч особей, а если еще дальше посмотреть, там, 10-15 тысяч особей, а площадь ареала была в два раза больше, там, допустим, чем сейчас существует, и это вот происходит вот сейчас, буквально сейчас, в сегодняшний день, а второй такой особенностью является то, что мы все говорим, что вот про хищников, да, то есть, там, про бурых медведей, про белых медведей, про волков, росомах, но вот два года исследований позволяют сказать, что вот в той части, где сегодня обитает дикий северный олень, хищников практически нет, я не знаю, почему причину, потому что у нас вот в Архангельской области, там, в республике Коми, но хищников нет, дело в том, что мы проводили и учеты исследовательские, и ставили фотоловушки, и авиамониторинг проводился, то есть, использовали разные способы узнать, какой животный мир обитает, вот, ну, это западные части нашего региона, сегодняшний день в округе. Так вот, за, допустим, летний сезон, вот за этот летний полевой сезон, ногами пройдя, там, порядка, и на лодке проехав порядка 500 километров, да, то есть, исследовав полностью бассейн одной из рек Ненецкого автономного округа, мы видели один раз следы волка, несколько раз следы медведя, и на фотоловушках они были зафиксированы за весь летний период всего лишь два животных, и также один раз мы зафиксировали росомаху, и вот так же живут. То есть, это о чем говорит? Что и натурные обследования, когда наши эксперты, мы привлекаем биологов Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики, что когда они в полях находятся, да, допустим, проводят исследования, когда мы ставим там различные фото-видеорегистраторы, когда мы проводим авиаучет, численность вот как раз хищников, она минимальна, а соответственно, их число влияет в том числе на число жертв, а дикий северный олень это для хищников по сути жертва, да, то есть за то, за кем они охотятся. И получается, что если смотреть данные за год приплода, который приходит в стадо дикого оленя, у них вот от всего существующего стада дикаря 22% это ежегодный прирост, то есть это молодые телята, которые возражаются так же, как и домашние оленята, да, то есть, но при этом, при всем мы получаем данные о том, что порядка 34% от количества животных, да, то есть оленей, которые обитают на территории округа, они ежегодно теряем, то есть и это говорит о чем? У нас там нет никаких промышленных месторождений, у нас там нет дорог, да, которые, ну просто вот доступ вот такого, у нас нет там хищников, у нас остается один фактор, который может влиять на численность оленя, такой вот прям вот существенно, да, в результате которого мы 12% ежегодно от количества популяции теряем, это браконьерство, то есть это человеческий фактор, и я никого ни в коем случае не хочу обвинить, да, то есть я просто понимаю, что чаще всего это происходит от незнания, а второй это коммерческий интерес может быть чей-то, либо это туризм, либо это какая-то заготовка коммерческая, это, ну, такой вот как бы момент, от которого, к сожалению, мы не уходим. А еще один важный момент у нас, вот группировка, которая находится в Ненинском автономном округе, она не только в нашем регионе обитает, и часто вот наши эксперты, с которыми мы работаем, они просто ведут те же научные темы, да, то есть почему нам легко с ними работать, потому что мы их привлекаем, по сути, как бы, в том числе для реализации их же работ, то есть как бы мы помогаем им решать их задачи, да. Эта группировка находится на стыке трех регионов, да, то есть Архангельской области, Республики Коми и Ненинского автономного округа. И есть такое устоявшееся мнение у людей, что это вот просто олень сюда перестал ходить. Так вот, получая, вот, общаясь с учеными и посещая там разные мероприятия, которые вот как раз обсуждают, где эти вот рабочие программы, там, научные данные, да, то есть мы обмениваемся вот этим все информацией, мы получаем информацию о том, что численность, она везде низкая, и у нас на сегодняшний день вот в нашем вот этом регионе мы имеем две морфы, как бы, оленя, вот, и просто это происходит на наших глазах, и если сейчас вот ничего не поменять, вот в данный момент мы с вами сидим, то мы через 6-8 лет рискуем прийти к тому уровню, когда у нас оленя надо будет не сохранять, его нужно будет где-то выращивать и привозить сюда и реинтродуцировать. Этот опыт уже, как бы, он существует, такой опыт сейчас проходит в Нижегородской области, у них там есть заповедник, в котором выращивают оленя. Самое интересное, что олень там раньше тоже существовал, вот, и они конкретно сейчас у них существует программа по выращиванию именно диких северных оленей. Государство сейчас, к примеру, если мы проведем аналогию с другими видами, вкладывает огромные средства в программу по воспроизводству зубра, да, то есть есть множество кавказских регионов и центральноевропейских регионов, где есть специальные питомники, которые разводят зубров, и более того, даже зубров закупают за границей, тех же шведов, допустим, те же шведы, ну, по факту жертвуют своих зубров в природу России специально, чтобы восстановить зубров в России, да, то есть это, ну, это серьезные вещи, да, то есть говоря о том, что происходит, и вот нам бы вот не уйти вот в ту историю, когда нам уже придется вкладывать не миллионы, а десятки и сотни миллионов на восстановление. Расскажите, как исследования ведутся, как проходят, что, как вы их изучаете, как вы находите их? Ну, в этом году задача была такая, мы ее назовем условно топ-секрет, мы хотели, первое, получить полуозрастную структуру, оценить емкость территории, количество животных, и мы проводили в этом году две экспедиции летних, одна была в начале полевого сезона, сразу же после того, как ушел ледоход, а вторая была уже в конце полевого сезона, когда вот перед самым периодом тела, ну, ну, точнее, периодом гона, да, когда олени ищут себе самку для воспроизводства. Мы создавали сеть биоинженерных сооружений, солонцы, простыми словами, это, скажем, биотехнические мероприятия, которые направлены на подкормку, ну, на подкормку животных. На этих солонцах мы устанавливали фото-видеорегистраторы, и это происходило на протяжении вот каждым, между каждым солонцом примерно расстоянием было, там, 10-15 километров, то есть такой вот в бассейне реки у нас, скажем, на территории там западной части округа выстроена была вот такая сеть солонцов, куда использовали подкормку, и вот на эту подкормку приходили животные, по факту, красные животные, там, лоси, медведи, ну, два, к сожалению, только, ну, птицы разные, там, куницы, зайцы, лисы, кого только не было, всяких у нас есть видео, небольшие сюжеты, там, фотографии, мы их будем публиковать у нас тоже на страничках, вот, и в том числе дикий северный олень, ну, и у нас мы должны были, мы хотели попробовать установить спутниковые передатчики на животных для того, чтобы посмотреть их, как бы, миграцию, но у нас, к сожалению, не получилось это сделать в силу там административных причин, но мы, я думаю, что в ближайшее время это все решим и попробуем это все установить, ну, и потом, собственно говоря, мы собирали вот эту информацию с этих вот солонцов, помимо того, что вот занимались биотехнической работой и ставили фотоловушки, мы проводили также пешие маршрутные учеты, оценивали тропы, тропы мы предварительно изучали с помощью спутниковых снимков лонсатовских, они доступны, и мы научились через спутниковые снимки определять тропы животных, то есть отличать их от снегоходных троп, от троп стад домашних оленей, и вот как бы уже на земле, соответственно, мы выверяем, действительно ли эта тропа действующая, потому что олени в условиях лесотундровой и тундровой зоны, они стараются держаться одних и тех же маршрутов, то есть, и если там происходит где-то пересечения, да, то есть мы понимаем, что это достаточно часто, плюс оленей, ну, всех животных можно определять по следам, по остаткам жизнедеятельности, это шерсть, экскременты, там, любые какие-то засечки, задиры, если мы там про каких-то других животных говорим, то есть используя вот эти методики научные, да, то есть мы можем определить вообще, в принципе, плотность животных того или иного района, в общем, это такой интересный исследовательский процесс, который нам позволил, в принципе, понять, кто обитает, в каком количестве, где, как, сколько, и как это можно оценивать, и эти данные можно использовать в том числе и для, ну, там, я не знаю, допустим, для мониторинга, да, там, биоразнообразия, для, как, как данные учетов, которые можно учитывать при, там, не знаю, там, при составлении, количестве, там, объектов для охоты, там, допустим, да, там, то есть такой достаточно большой обзорный материал, ну, и, естественно, это данные для эколого-просветительских программ, но о них я уже, наверное, не буду говорить, а расскажу. А кто вместе с вами привлекался к этой работе, вы уже говорили, что это были ученые, а еще кто, кто выступал партнерами проекта? Ну, партнерами проекта у нас, у нас их, на самом деле, достаточно много, это, во-первых, разные департаменты, то есть региона, это департамент внутренней политики, департамент природных ресурсов, экологиопромышленного комплекса, это федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики, ученые, которые в нем работают, это вот фонд сохранения окружающей среды Ненинского автономного округа, как природоохранная организация, ну, и различные там частные партнеры, с которыми мы работаем. Давайте, Юля, дадим слово. Юля, расскажите, пожалуйста, что такое фонд сохранения окружающей среды, чем он занимается, почему, для чего он вообще был организован? Да, здесь очень такой прекрасный вопрос, и сразу же идет ответ. Фонд сохранения окружающей среды, он как раз таки занимается сохранением окружающей среды именно на территории Ненинского автономного округа. То есть нас волнуют такие задачи, как именно изучение редких видов животных, растений, также изучение, в принципе, комплексно, в каком состоянии у нас сейчас находится наша Арктика, то есть в таких проектах тоже участвуем. И помимо того, что мы изучаем проблемы, которые являются на глобальном уровне, значимыми на нашем муниципальном, оригинальном уровне, также мы хотим их и освещать, и говорить об этом. Это очень важно для такой солидации общества, то есть когда ты один, волнуешься о какой-то проблеме, а когда вас много, это прям идет целый паровоз, который готов решать эти проблемы, готов помогать и делать так, чтобы этого больше не возникало и не появлялось. В том числе нас, конечно же, привлекло такой проект, как сохранение дикосерного оленя, это одна из наших приоритетных задач, как сохранить, надеюсь, что не у нас конкретно это получится, а у всего региона, ведь это именно задача наших жителей, организации, департамента, то есть это такой комплексный должен быть инструмент силовой. И этот проект уже в таком почти приближающемся окончательной стадии, то есть сейчас у нас в стадии именно будет просвещение, это экологическое просвещение, именно население. Мы будем это осуществлять вместе со специалистом, который занимается именно уже не первый год эколого-производительскими проектами. Делать это мы будем начинать уже с начала декабря по март, будем объезжать села, деревни, также будем в городе организовывать такие встречи, где мы будем рассказывать о проекте, о том сейчас, что рассказывал наш уважаемый представитель, Уваров Сергей Александрович, Дниско-Кровеческого общества. И все эти наши исследования, о которых мы расскажем, мы и будем также просить граждан все-таки подумать над тем, как бы они могли бы помочь в рамках этого проекта, что бы они могли бы сделать, чтобы они могли бы привнести свою хоть маленькую часть, чтобы попробовать все-таки сохранить этот вид. Конечно же, в оптимистичном будущем хочется, чтобы этот процесс прошел быстро, то есть чтобы не было у нас какие-то трудности, с которыми мы сталкивались, и чтобы он не затянулся. Юля, а какая целевая аудитория, на какую аудиторию будет нацелена вот эта просветительская деятельность, кто, ну как бы на кого вы рассчитываете? Ну, в основном, здесь как бы две группы, мы их так разделяем, это очень важно в первую очередь все-таки воспитывать такое бережное и уважительное отношение к природе с малых лет, то есть, конечно же, для детей и подростков. Нашего округа у нас будет отдельная программа просветительская, отдельный подход, и, конечно же, сейчас очень важно взрослое население, для них будет тоже у нас отдельная программа, и в рамках этих программ мы будем уже именно взрослым населением набирать группу инициативных общественных инспекторов, их могу так назвать? Ну, будущих. Будущих, да, будущих общественных инспекторов, которые подключатся к нам в проект, уже будет такой силовой структурой, так скажем, именно идейной, которая будет готова помогать и идти дальше с нами. А на какой промежуток времени рассчитан проект? У него, ну, начало вот у него есть, а конец какой-то запланирован или этот проект, пока олени, популяция не восстановится, дикого оленя? Ну, конкретно этот проект, окончательной такой точкой, где мы можем подвести итоги, что у нас получилось, может, что не получилось, что исправить, это у нас будет лето 2022 года, вот, а дальше, конечно же, это все будет продолжаться, но уже будет по-другому уж называться, еще больше проектов будет появляться. Я даже немножко дополнил, у нас мало кто знает, допустим, но у нас существует региональная программа по сохранению и изучению тиманской группировки дикого северного оленя, это такой яркий пример того, что наш регион, скажем так, ну, выделяет тоже на своем уровне, на региональном уровне вот этот вид, и сейчас эта программа, да, то есть, которая вот разработана была экспертами, она согласована с Департаментом природных ресурсов, и есть у нас региональный паспорт национального проекта «Экология», где эта программа фигурирует как одна из программ, которая реализуется в регионе, то есть, если вот говорить, допустим, что, ну, к примеру, там, да, то есть, что вот там на Кавказе есть программы там по восстановлению там дальнего, ну, леопардов, а Приморский край там, допустим, с тигром работает, так вот, наш регион сегодня работает с диким северным оленем, да, то есть ставит себе одну из задач, это сохранение вот именно этого вида. Это программа пятилетняя, и вот наш проект, он сейчас, скажем так, он год идет, и он получается, что где-то как раз будет на третий год реализации вот этой пятилетней программы стоять. То есть, в ней участвует не только общество краеведов, не только фонд сохранения окружающей среды, там задействовано множество структур, общественных организаций, бизнеса крупного в том числе, то есть, допустим, компания «Зарубежнефть» взяла в рамках своей вот корпоративной деятельности внутренний, ну, внутренний стандарт по сохранению биоразнообразия, они занимаются в том числе сохранением дикого северного оленя, у них там своя программа исследовательская, фонд «Дикой природы» занимается своей там исследовательской программой, департамент проводит свои мероприятия, то есть она достаточно крупная, но вся фишка этого проекта, что он больше социальный, то есть эта работа в первую очередь направлена на работу с населением, то есть наша целевая аудитория – это все-таки люди, то есть мы не хотим ни в коем случае допустить тех случаев, когда люди будут, ну, по каким-то причинам их качество жизни будет ухудшено, да, там, скажем так, и вторая цель – это как бы донести максимальную информацию. Я более того скажу, что у нас люди тоже бывают разные, у нас есть такие села, в которых люди, ну, там, к сожалению, сегодня нет ни государственных инспекторов, нет там участковых, нет охот-инспекторов, да, то есть, но при этом взрослое население само формирует такое сообщество, которое занимается сохранением той жизни, которая вокруг них находится, они сохраняют не только там оленей, но и лосей, и птиц, и рыб, и озера какие-то, и стараются не допускать чужих, скажем так, да, людей, которые, ну, могут просто в силу каких-то там своих причин использовать эту территорию там корыстных целей, ну, к примеру, могут выловить больше, чем им надо, да, то есть, естественно, как бы, если я проживаю там в этом населенном пункте, и ко мне приезжают какие-то непонятные люди, и начинают там безобразничать, там, стрелять в животных, ловить рыбу, и потом я понимаю, что в будущем этих ресурсов у меня не будет, я заинтересован в том, чтобы они были сохранены, я заинтересован в их охране, и вот мы надеемся, что сохраняя оленя, да, люди из этих деревень, из этих сел, в том числе, будут сохранять не только оленя, да, там, ну, и все живое, что их окружают, а это те же самые ресурсы, которыми они пользуются, но вот наша задача привить культуру вот использования вот этих ресурсов для того, чтобы эти ресурсы были не кончаемы, как вот, к сожалению, то, что сейчас произошло с оленем, да, то есть он заканчивается, вот этот ресурс заканчивается, еще 6-8 лет его не будет вообще, да, а он был всегда, всегда люди столетиями здесь жили, этот ресурс был, а завтра пройдет какой-нибудь там мор домашнего стада оленей, и с чем люди останутся, у них не останется мяса, у них, кроме лося, по факту, больше никого здесь нет, это не сказки, не мифы, и не надо думать, что так не происходит в современном обществе, вот яркий самый пример, Астраханская область, Калмыкия, количество сайгаков было сотни тысяч, то есть это тоже охотничий вид, тоже представитель мамонтовой фауны, это такой небольшой, как бы, зверек млекопитающий, но у них произошла болезнь, падеж, и количество с там, с несколько сотен тысяч сократилось там до пяти, менее пяти тысяч животных на вот этих всех площадях, то есть, представляете, там, когда люди понимали, что у них есть огромный вот этот потенциал ресурсов, да, то есть, за которым могут, ну, люди его использовать, то есть, практически не стало, да, то есть, это очень важно, это важно отслеживать, важно, скажем так, управлять этим. Если у нас в силах, да, там, появятся люди, которые будут следить за этим, то у нас, ну, скажем так, возможно, мы все-таки придем к какому-то такому гуманному, цивилизованному подходу к использованию природных ресурсов, и общественные инспектора, это не просто люди, да, то есть, это какие-то активные граждане, которые не все равно, которые не просто так, они там, они больше помогают даже, да, то есть, органам власти, структурам, которые занимаются в этой сфере, то есть, они могут оперативно доносить информацию, которую уже органы власти могут там отрабатывать, там, какие-то загрязнения, например, да, вот произошло с загрязнением, трудно, находясь там на Рейнмаре, да, или не живя постоянно в населенном пункте, узнать о той или иной проблеме, которая находится где-то там за сотни километров, это важно, это надо понимать, и, опять же, вот эти общественные, ну, будущие, да, там, или люди, которые могут в этом участвовать, они могут на своем даже уровне фильтровать это, да, то есть, не каждая там, допустим, информация поступающая, вот здесь у нас загрязнение там, допустим, оно объективно, да, то есть, что оно действительно такое, и оно есть, то есть, когда человек понимает, ну, как это делать, как с этим работать, действительно ли это важно или не важно, вот он тогда может эту информацию более, скажем так, экспертно, ну, скажем со своего уровня предоставить уже тем структурам, которые с этим силу государственных полномочий обязаны работать. А в следующем году оценят эффективность программы, посчитают олени, стало их больше или нет, или это не запланировано? Запланировано, вот сейчас формируется в европейской части России межрегиональная как раз группа по сохранению изучения европейского подвида, и более того, в декабре у нас в Минприроде Российской Федерации будет совещание, о котором будут говорить вообще о проблеме сохранения дикого оленя в Российской Федерации. Это, ну, проблема возникла вот буквально недавно по одной простой причине, что темпы снижения численности, они катастрофические, они в разы. Такого, ну, не бывает из-за каких-то таких вот, ну, причин взявшихся ниоткуда. Это либо болезнь, либо это прямое уничтожение истребление, да, то есть причин, вот причины две, да, то есть, соответственно, государство это видит, оно на это реагирует, и реагирует не только в нашем регионе, даже в таком регионе, как Таймыр, где численность была в лучшие годы только на таймырском полуострове миллион голов, и, по сути, все жители Таймыра всегда использовали оленя, ну, для своей просто пропитания элементарно, да, то есть какого-то. Вот, то сейчас, как бы, мы видим снижение, там, в два, в три раза, там, с миллиона до пятисот, до четырехсот, до трехсот тысяч уже, как бы, говорят о таких цифрах. То есть, ну, считайте, в два раза, в три раза сократилось, да, а наша численность, она еще меньше, но в силу того, что просто у нас европейская часть, она более освоена, да, в свое время исторически так сложилось. И у нас, вот, допустим, я уже повторюсь цифры по округу, шесть-восемь раз сокращение, буквально за десять лет, представляете, за десять лет каких-то. И, ну, просто давайте представим, что вот завтра мы истребим всех оленей, выловим всю рыбу, перестреляем всех птиц, и вот, а вдруг война, да, там, начнется, да? Братья не надо. И что мы, мы, что вот, как бы, понятно, что, как было в годы Великой Отечественной войны, да, когда все для фронта, все для победы, все, все, все мощи, там, сельского хозяйства, животноводства, они все были направлены на фронт, а когда, что, ну, нужно было кормить свою семью людям, они куда пришли, куда они, где они эти ресурсы пошли, начали их искать, они пошли в лес, они пошли на реку, и тогда эти ресурсы были, и тогда нужно сказать в тот момент спасибо их дедам и отцам, которые эти ресурсы для них сохранили, и вот так вот, такой вот человеческий период, он тяжелый, да, в жизни был, но благодаря этому, потому что вот тогда люди сохранили эту природу и богатство, мы смогли выжить. Сейчас я не уверен, что такое может произойти, потому что, ну, сокращение численности животных в мире за последние 50 лет, оно катастрофически темпами увеличивается. Надо останавливать, да, сокращение животных и северного оленя. Программа наша подходит к концу. Я вас жду еще в нашей студии, чтобы вы поделились, когда будут известны еще какие-то результаты по этой программе, когда начнется проект просветительский, да, и можно будет о чем-то рассказать. Приходите к нам. Обязательно. Обязательно приходите, да, будем рассказывать, будем просвещать жителей округа, что нужно сохранять северного оленя. Давайте сохраним оленя вместе. Да. Мне кажется, это будет правильно. Да, спасибо вам большое. А я напоминаю вам, что в программе шла речь о сохранении популяции северного оленя, и гостями студии стали Сергей Уваров, председатель окружного общества краеведов, и Юлия Денисова, координатор фонда сохранения окружающей среды. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok